29 октября 2012 года мы рассказывали, как несколько водителей Саранска получили нежданный и даже в кавычках подарок ко Дню Автомобилиста, который, кстати, в 2012-м праздновали накануне, 28 октября. Сразу пять машин сгорели за пару дней. В том же году, по тому же праздничному поводу в Мордовии, впервые провели соревнования водителей спецподразделений ОМОН и СОБР, мерились автонавыками своих бойцов. Задания были очень похожи на те, что дают при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения только машины побольше, времени на выполнение поменьше и кроме руля конкурсанты должны были мастерски владеть оружием. В 2013-м саранские студенты впервые решили, что они мультипликаторы. Килограммы пластилина и безудержная фантазия смешались, чтобы на выходе получилось нечто, пожалуй, нечто странное. Вот в одном кадре американская морская губка, русская песня, крокодил Гена и Винни-Пух. Костья вдруг в тишине постучалась в двери. А в 2014-м было не до смеха. Геморрагическая лихорадка Эбола подобралась слишком близко к Мордовии. В соседней Пензенской области болезнь, от которой нет лечения, обнаружили у одного из студентов. Африканский студент прибыл в область 17 октября, госпитализирован спустя 10 дней. Все 24 иностранных студента, с которыми он контактировал, помещены на карантин. Сейчас они находятся в отдельных помещениях и не посещают занятия. Как мы понимаем сейчас, никакой Эболы в республике не случилось. Но тогда настороженно молчали, но готовились к вспышке больницы и профильные министерства. 29 октября 2015 года в Лямберском суде начали первое слушание по делу 55-летнего Равиля Кудяева. Неприметный на первый взгляд мужчина убил собственную жену и, расчленив, бросил тело в поле. Даже дети свидетельствовали против собственного отца, перечисляя все отрицательные черты родителя. Кудяев очень агрессивный, вспыльчивый, злой, жестокий, очень завистливый. Он имел судимость. 29 октября прошлого года, опять же, впервые в Мордовии прошли соревнования по спортивному туризму под названием «Золотой компас». Перевалы, вершины, пещеры и прочие природные препятствия давались участникам нелегко. А Константин Курбатов в этот день ровно год назад стал свидетелем автогонок. Увидел с вами глазами и даже посидел внутри самодельного почти спорткара. Кстати, если вы сейчас жалуетесь на погоду, то оцените. В прошлом году в этот день уже шел снег, который и сделал гонки еще более зрелищными. Таким был этот день в разные годы работы 10-го канала. Оставайтесь с нами. Ежедневно мы вспоминаем самые приметные и интересные события уходящего дня. Светлана Лашина. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова